Главное ощущение это бесхозности нашей истории. Она как будто брошит, она никому не нужна. Подбирают люди, которые, например, используют историю для того, чтобы написать какие-то авантюрные литературные произведения или какую-то фантазию туда вложить, чтобы те, кто хотя бы в черне историю знает, были шокированы. И на этом скандале сделать себе имя. А систематически ее просто не существует в нашей повседневности. Если мы используем средства массовой информации, то там история преподносится в каком-то суперкритическом виде. И тоже в виде каких-то скандальных откровений, появления каких-то фактов, интерпретаций, которые не имеют никакого отношения к исторической правде. Если мы находимся на улицах русских городов, то мы свои истории не видим. Мы видим истуканные периоды большевизма. А где наша история? Если несколько лет назад я не хотел ходить в Кремль, то неприятно там находиться, потому что там работают люди, которых я не уважаю. И как-то с одним иностранцем пошел я в Кремль и был поражен, насколько осквернена святыня русская. Храмы, которые стоят на территории Кремля, это же туристические достопримечательности. Это не святыни. И это место, предназначенное для иностранцев. То есть потоки иностранных туристов ходят, глазеют там. Где тут Дмитрий Донской? А вон он ящик стоит, вон туда, смотри, там даже надпись есть. То есть это не культурное наследие, не историческое наследие. Это как бы хлам прежних эпох. Примерно вот такое отношение. В нашей повседневности нет образов нашего прошлого. И даже, как ни странно, в советский период они были. Да, был и коммунистический символизм, но и был символизм к Бородинской битве. Отношение было совершенно другое. Не как сейчас. Сейчас в полном забвении вся история 1812 года и вхождение русских войск в Париж. Об этом вообще никто не говорил. Ребенком ездил вместе с родителями на Бородинское поле. Нет сомнений, там было все это. И другие были, и другие моменты. Я помню, как я ребенком рисовал Бородинское сражение. Постоянное. Постоянно рисовал наших гренадеров. Постоянно рисовал, французы сражаются с нашими. Это все было каким-то элементом повседневности. Частью образования, частью общей культуры. Это как-то было везде. Замечательный фильм Бондарчука. Все это составляло часть нашей души. Коммунистическая партия, понимая прекрасно, что весь этот быт русского дворянства, война и мир Толстого, абсолютно им чужды, они использовали это для консолидации народа. А современная власть, получается, она и коммунистические технологии объединения бросила, и докоммунистические. Так мы вообще каким образом объединены-то? Что у нас есть за душой? Что мы знаем о наших... Рыночными технологиями пытаемся. Ну, только деньги. Сколько это стоит? И поэтому распродается Бородинское поле. Ну, мало в Можайском районе места. Вот еще хочется дачку кому-то построить. Ну, как не породить родному человечку? Ну, подумаешь, ну, столько территорий пропадает зря. Давайте нарежем все это, раздадим под огороды, тоже будет здорово. Памятники вообще, зачем они там стоят? Вот. То есть я с каким-то горьким ощущением смотрю на эту ситуацию, когда, вот если там в советский период никто не забыт, ничто не забыто, все забыто абсолютно. У меня такое ощущение, что просто намеренно уничтожается память и стирается из системы образования, из средств массовой информации, из деятельности, там, министерства культуры и так далее. И я вижу, что это связано прежде всего с тем, что нет наследника. То есть вот есть, историческое наследие есть, а наследника нет. Наследие не оформлено. В общем, в Москве живу, можно сказать, с детских лет. И вот когда последние 20-летия обдумываешь, что стряслось со столицей, которая действительно должна быть центром притяжения. Я думаю, ну вот за что главный архитектор Москвы так ненавидел наш город? Вот почему они вместе с Юрием Михайловичем Лужковым решили его искалечить? То есть, ну просто извести всю историческую застройку. Вот, да, вот хотелось бы, чтобы приезжали в Москву из отдаленных регионов, чтобы они понимали, в какой стране живут, где это вот сердце России бьется. Но получается, что за эти 20 лет от этого сердца отрезали там 90% того, что в нем было. И изуродовали весь центр. То есть, кроме Кремля, истории в Москве почти не осталось. Ну, там есть еще там дворцовые комплексы, там, Коломенская, там и так далее. Но вот весь центр исторический. Он был исторический центр, от него ничего не осталось. Другой пример приведу, тоже пару лет назад, был в Смоленске. Большего запустения исторической застройки, просто представить себе невозможно, это помойка сплошная. Вдоль этой величественной стены, которая издалека смотрится, как такое монументальное сооружение, это сплошная помойка. Ну, за исключением куска там в самом центре города. Это церкви, исторические церкви, которые видны, там, с холмов их множество видно. Когда к ним подходишь, подъезжаешь вплотную, ну, там верхняя часть еще может быть сохранена, а все остальное – это разруха. То есть, это ничего не реставрировано, все брошено. Третий пример – Вологодская земля, Кирилл Белозерский монастырь. Ну, полная разруха, понимаете, вот такие исторические твердыни. Все порушено. Никто, ну, там шевелится, там едва-едва какая-то там реставрационная работа. И сейчас говорить о том, что наше правительство, наша власть заботятся об историческом наследии, просто, мне кажется, невозможно. Оно находится в полном забвении и запустении. Почему? Вот я начал об этом говорить, хотел бы еще раз сказать. Потому что люди, которые находятся во власти, не считают себя наследниками и не считают, что они исполняют миссию душеприказчиков, наших предков. И поэтому хранить вот это все, то, что не продается, невозможно превратить в деньги, ну, как-то и бессмысленно хранить. Или надо это, значит, распилить, эти стены распродать на сувениры, и тогда это понятно, тогда это такой вот бизнес. Вот, ну, Кремлем же торгуют. В Кремле можно, может, представитель нетрадиционной конфессии снять дворец съездов и провести свой праздник. Торгуют за деньги, пожалуйста, можно снять. И там точно так же торгуют и всем остальным. Я подозреваю, что, видимо, будет только с Бородинским полем. Устроят там, затратят деньги, потом деньги надо вернуть. Ну, как же, ведь потратились. Я думаю, что там приличную цену, наверное, установят за вход. Вот как раз сейчас мы можем написать настоящую русскую историю, потому что сложился научный метод подхода к истории, и может быть выработана национальная концепция русской истории. Вот до сих пор она не могла быть выработана. В советский период она не могла быть выработана. От либеральной общественности, которая тогда же в советский период и родилась, от вот этой так называемой интеллигенции, невозможно ожидать никакой концепции русской истории, кроме как концепции ее осквернения. Дореволюционная история, она складывалась как историография, и там концептуальные подходы тоже были отражением западных подходов. У Карамзинаева, Ключевского есть это тоже такой вот элемент разоблачительности в их писаниях. А сейчас мы можем свою историю осознать, как или изложить, как апологию своего отечества, и как некую перспективу, которая заложена в прежних эпохах для ныне действующих поколений. К сожалению, этим никто из действующей власти не занимается и не озабочен, потому что это люди-временщики. Они пришли на время, чиновник, нанятый на срок. Мы эти слова президента запомнили навсегда. Я думаю, пока он будет на этом политическом олимпе, мне, по крайней мере, оказывать услуги. Да, мне они будут вспоминаться всегда. Это всего лишь чиновник, который временно оказался там. Но как временщик, он, естественно, не может не знать, не любить историю. А это значит, что он не может не знать и не любить Россию. И весь вот этот слой чиновничества, который действительно оказывает услуги, и фактически превратился в акционерное общество под названием правительство Российской Федерации, защитить историческое наследие не сможет. Не сможет. Но он именно поэтому и приходит к своему концу. Этот слой чиновничества отойдет и исчезнет, как проклятие, которое на некоторое время подорвало жизнеспособность нашей страны, а при власти должны оказаться люди другого склада. Другого склада. Определенные надежды на то, что это произойдет, есть. Мы дошли до некого предела, и от этого предела мы уже можем только наступать. Дальнейшее отступление, дальнейшая уступка исторической правды и дальнейшее разбазаривание исторического наследия просто невозможно. Иначе за этим следует просто смерть народа и государства. А коль скоро мы дошли до смертной черты, значит, выбор между жизнью и смертью будет решен таким образом. Я в этом абсолютно уверен, что нынешняя генерация вот этих чиновников, главных архитекторов, которые разоряли наше государство, стяжателей, и которые уродовали архитектуру подмосковных усадеб или петербургских проспектов, они все ответят, может быть, не перед судом, потому что, честно говоря, да некогда нам с ними возжаться и разбираться. Хорошо бы, но некогда. Нам надо вернуть свое. А их просто убрать куда-нибудь, что с глаз долой, и сердце вон, чтобы забыть о них и попытаться все-таки восстановить то, что было разрушено в предшествующие десятилетия.